МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День города в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. По зову долго. Сегодня очередной выпуск в Рязанской академии ФСИН. Песочный инспектор. Рязанские власти взяли на контроль состояние городских пляжей. Для самих себя в доме Белого Аиста у Гоши и Русланы очередное пополнение. С 1 июня в Рязани открылся купальный сезон. Официально в городе оборудованы 5 пляжей. Каждый из них инспектируют дважды в месяц, чтобы исключить возможные жалобы. Пусть пляж на Ореховом озере и открывается лишь в 11, посетители раскладывают свои лежаки чуть ли не с первыми лучами солнца. Вместе с ними на пляже появляется и гость не совсем обычный. Его интересует не вода, а как раз само место отдыха. Это Владимир Воронцов, консультант отдела административно-технического контроля аппарата администрации. Дважды в месяц он проверяет благоустройство пляжей города, чтобы людям было комфортно здесь отдыхать. В первую очередь, конечно, смотрим на благоустройство, чтобы людям было удобно подойти, подъехать и находиться на пляже. Это имеется в виду и кабинки, чтобы были, где можно было раздеться, удобство, я имею в виду туалеты, чтобы были контейнерные площадки, урны очищены. Это вот основное. Сегодня с утра Ореховое озеро, вчера три Барковских карьера. Замечаний нет. Пока. Фотографии как раз это и подтвердят. Они будут храниться в базе до следующей проверки. А штраф внушительный. Даже за мусор. Называется статья «Нарушение правил благоустройства». Для физлица штраф 5000, для юридического до 200. Поэтому за благоустройством следят пристально. Работы здесь проводятся практически круглосуточно. Есть определенные регламенты на работы по уборке, покос травы, вывозу мусора, откачке туалетов. Но персонал находится круглосуточно на пляже. Уборка проходит в перманентном таком режиме. Мы практически постоянно опустошаем урны, собираем какой-то мусор, чтобы это все ветром не разносило по территории. На Барковских карьерах работа кипит практически с 9. Пляж там открывается в 10. На Ореховом озере чуть позже. Оранжевый флаг, который означает, что пляж работает полноценно, здесь вывешивают в 11. Без 20 начинают работу спасатели и медицинский работник. Проверяется комплектность постов. Выставляется оборудование для организации спасательного поста. Это лодка, спасательный жилет, круг, проверяется наличие буйков на воде и осматривается визуально акватория. Нет ли каких-то опасных предметов, коряк, пней или стекла. Визуально, что мы можем убрать, все это убирается. А как свои обязанности выполняет пляж, контролирует инстанция «Другая». Чтобы люди отдыхали с комфортом на чистых и благоустроенных территориях. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. Сегодня праздник в Рязанской академии в Син-России. 46-й торжественный выпуск молодых специалистов для уголовно-исполнительной системы. Путевку в жизнь получили более 200 юношей и девушек. Выпускной бал в военных вузах – это всегда красивый и зрелищный ритуал, который, по мнению Марины Романюк, заставляет замирать сердце. В этом году с сены родного вуза покинули выпускники из 66 регионов страны. Диплом с отличием выдан 23 счастливчикам. Юлия Мэйер совсем недавно была на приеме президента России в Кремле. И уже сегодня у нее мероприятие не менее ответственное. В Академии в Син-России – выпускной. Для меня важно стать психологом. И психологом не просто, но еще, чтобы у меня были различные возможности для реализации своего потенциала. Я вижу престижную государственную службу. И, конечно же, хотелось реализовать, да, совместить эти два направления. Теперь держу путь в Тверь, в Уфсин-России, по Тверской области, в СИЗО номер один. Выбирая, казалось бы, не женскую профессию, тут и мужчине потребуется стальной характер и целеустремленность. Эти девчонки точно знали, чего хотят в жизни. Первый этап пройден. Дальше служба. Можно сказать, я пошла по стопамамы, которая уже работает в уголовно-исполнительной системе. И была рада получить офицерское звание и закончить Академию Уфсин-России. Учиться непросто, но Академия научила меня быть сильной, мудрой, находить решения в нестандартных ситуациях. И Рязань, и сама Академия, она стала мне домом и навсегда в моем сердце. Академия, как и любой негражданский университет, не просто вуз. Курсантские годы останутся в памяти выпускников, как самая настоящая школа жизни. У нас сегодня очень праздничное событие, в то же время очень грустное, потому что мы расстаемся с частью нашего коллектива, с золотым фондом, это наши выпускники. Я считаю, что и мы подходим именно таким образом, наши выпускники отличаются от выпускников всех вузов Российской Федерации этого года, тем, что они показали очень высочайший результат и особенность в том, что они распределяются в те подразделения, с которых прибыли. То есть они все 100% трудоустроены и будут осуществлять свой служебный профессиональный долг по защите нашего отечества, по защите нашего народа. И все это в правовом поле. Мы гордимся нашими выпускниками и уверен, что это взаимно. Выпускной в Академии богат красивыми традициями. В этот день к стеле, посвященной памяти выпускников вуза, погибших при исполнении служебного долга, возложили цветочную гирлянду. Попрощались со знаменем, прошлись маршем по плацу. Праздничное настроение присутствующим задало выступление взвода девушек-барабанщиц, участниц областных, городских, гарнизонных и ведомственных торжественных мероприятий. Одним из самых трогательных моментов стал традиционный лейтенантский вальс, как символ прощания с вузом. Дальше служба в разных уголках страны в уголовной исполнительной системе. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, селькомпания «Город». А вот одному из жителей Ермишинского района сегодня не до праздника. Местная прокуратура поддержала в отношении него государственное обвинение по уголовному делу. Мужчину обвиняют в покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД. Установлено, что в марте этого года жители Ермишинского района остановили сотрудники ГИБДД. В его действиях правоохранители усмотрели административные правонарушения в области дорожного движения. Не желая быть привлеченным к административной ответственности, у водителя возник преступный умысел на дачу взятки инспектору ГИБДД за несоставление в отношении него протокола об административном правонарушении. В связи с этим он положил в патрульном автомобиле ДПС денежные средства в размере 1000 рублей. Однако до конца свой преступный умысел довести не смог, так как инспектор ДПС отказался принять денежные средства и о противоправных действиях последнего сообщил в дежурную часть полиции. Приговором суда Ермишинец признан виновным в совершении вышеуказанного преступления и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил. С 1 июля вступает в силу изменения в законе о биологической безопасности. По новым правилам организации будут обязаны уведомлять власти о своих исследованиях в этой области. Кроме того, работать гидом или экскурсоводом в стране смогут только граждане России. Они будут обязаны пройти специальную аттестацию о других изменениях. Расскажем далее. Июль – месяц избавления от бюрократических проволочек. Все переходит в электронный формат. Например, при посещении поликлиники теперь не обязательно будет брать с собой полис обязательного медицинского страхования. С 1 июля вместо него достаточно будет предъявить документ удостоверяющей личности. Бумажные медполисы уходят в прошлое. В скором времени их заменят электронные. А людям уже не обязательно самостоятельно выбирать страховую организацию и писать различные заявления. Теперь это дело территориальных фондов ОМС. Срок оформления паспорта теперь не должен превышать 5 рабочих дней с момента приема документов. Причем срок выдачи корочки не зависит от места жительства гражданина, а также его фактического проживания или обстоятельств замены документа. Кроме того, с июля на учет по месту пребывания или жительства можно встать в любом регистрационном органе в пределах муниципального района, как, впрочем, и через портал госуслуги. Специалисты по вопросам миграции должны зарегистрировать человека по месту жительства или пребывания в течение 6 дней. С 1 июля вступает в силу поправки федеральный закон об исполнительном производстве, согласно которым должники теперь смогут написать заявление о сохранении прожиточного минимума от списания и подать его напрямую в кредитную организацию, даже в том случае, если взыскатель передал исполнительный документ в банк должника без привлечения судебных приставов. Таким образом, на счетах должника будут оставаться средства, защищенные от списания за долги, а люди в трудный жизненный период не останутся без копейки. При наличии исполнительного производства защитить от списания прожиточный минимум можно, обратившись к судебному приставу. Что же касается самих кредитных организаций, то с 3 июля у клиентов банков появляется право на полную информацию о займах, вступает в силу изменений в федеральный закон о потребительском кредите. Банки обязаны указывать в кредитных договорах определенное количество начисляемых процентов с точностью до третьего знака после запятой и минимальную гарантированную ставку. Указывать это представители кредитных отделов будут обязаны на первой странице договора. В России вводят государственный мониторинг зерна и продуктов его переработки. Специалисты будут исследовать урожай во время его уборки в месте выращивания. Перечень свойств, которым должен соответствовать продукт, утвержден Минсельхозом. Под пристальным надзором теперь вид зерна, его потребительские свойства, а также место, где формировалась партия продукта. Эксперты будут проводить мониторинг для получения достоверных данных об этой сельхозпродукции. Основная задача гидротехнических сооружений – это, как известно, защита окружающей среды от разрушительного воздействия воды. Проще говоря, чтобы она не выходила из берегов. Вот только понимают это, как говорят сегодня в природоохранной прокуратуре, далеко не все. Пруд в Кутуковском сельском поселении признан небезопасным. К такому выводу пришли сотрудники Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуры. Там они нашли целый ворох нарушений. А началось все с проверки исполнения законодательства о безопасности гидротехнических сооружений. Не разработана декларация безопасности гидротехнического сооружения. Не определена уполномоченными органами величина финансового обеспечения гражданской ответственности, который может быть причинен в результате аварии на гидротехническом сооружении. Отсутствуют должностные лица, прошедшие обучение и аттестованные в области безопасности гидротехнических сооружений. Как правило, гидротехнические сооружения находятся под напором. Если что-то произойдет, например, вода выйдет из берегов, то будут последствия. Собственник ГТС должен понимать, какой ущерб может причинить прорванная плотина и уже начинать считать деньги. Плюс страховка. И что немаловажно, у собственника, по идее, должны быть сотрудники, которые обучены работать на гидротехнических сооружениях. Но по факту всего этого нет. С целью устранения нарушений закона природоохранный прокурор обратился в суд. Решением суда требования прокуратуры были удовлетворены. На орган местного самоуправления возложена обязанность обеспечить безопасную эксплуатацию гидротехнического сооружения. Нарушения должны устранить как можно скорее. А контролировать исполнение судебного решения природоохранная прокуратура будет еженедельно. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». В доме Белого Аиста местечко Кораблино Рязанской области праздник. Нелетная пара птиц Гоши и Руслана снова подарили потомство. Четыре аистенка растут быстро и уже скоро их ждет первый полет. Семейная пара Аистов Гоши и Руслана в Рязанский дом Белого Аиста прибыли из Пскова несколько лет назад. У обоих непростая судьба. Руслана оказалась без части крыла, что равносильно отсутствию у человека пальцев на руке. У Гоши травма была серьезнее. Повреждение сустава. Долгое время он оставался неподвижным. Но пара состоялась. Еще с 20 марта Аисты активно строили домик для будущего потомства. А потом у пары появились четыре аистенка. Сегодня у нас можно сказать кульминация нашей работы этого года. У нас подросло наконец потомство от нашей главной размножающейся пары Гоши и Русланы. Четыре аистенка. Они через неделю должны отправиться в свой первый самостоятельный полет. Поэтому мы переносим их вместе с родителями из того вольера, где они все это время находились, в летний вольер. Летний вольер у нас без крыши. Птицы имеют возможность вылетать оттуда и возвращаться. То есть учиться летать так, как это происходит в природе. А их нелетающие родители естественно остаются внутри вольера все это время. Молодняк вместе с родителями отсадили в летний вольер, где птенцы смогут гулять, но главное учиться летать. Позднее, когда аисты адаптируются к самостоятельной жизни, их выпустят в дикую природу. А пока что аистенков ждут исследования. У них возьмут специальные анализы, чтобы выяснить пол. По словам Антона Барановского, самцы аистов очень похожи на самок. И чтобы узнать, кто есть кто, необходим ДНК-тест. Еще сегодня мы берем у них анализы, чтобы определить пол. По поведению я предполагаю, что там у нас два мальчика и две девочки, потому что когда я подхожу, всегда два аистенка стоят и агрессивно пытаются меня ударить, а два ложатся и притворяются мертвыми. Ну, которые злые это мальчики, а которые трусливые это девочки. Но мы это проверим. И всех аистят мы метим металлическими кольцами с номером из центра кольцевания птиц в Москве, для того, чтобы если они кому-то когда-то в руки попадутся, информация была бы не потеряна, где эта птица была. Сегодня в доме белого аиста 14 воспитанников. Потомство от семейной пары Гоши и Русланы уже третья. По словам орнитолога Антона Барановского, главное, чтобы теперь динамика рождаемости была всегда положительной. Как минимум плюс один аист в год. Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Центральный банк России сегодня представил новую модернизированную 100-рублевую купюру. Банкнота посвящена Москве и Центральному федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. На оборотной стороне Ржевский мемориал советскому солдату. Модернизированные банкноты будут поступать в обращение постепенно, но уже к концу года после своеобразного обучения банкоматов и сканеров они войдут в оборот повсеместно. Банкноты выпуска этого года будут принимать наравне с существующими 100-рублевыми купюрами образца 1997 года. Новые 100-рублевки будут покрыты лаком для удлинения срока их службы и на них будет размещен специальный QR-код. Еще больше новостей на нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбеца. Все от производителя. С 27 июня по 2 июля. ТЦ Премьер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин